Что делать, если у ребенка шатается молочный зуб, причиняя значительное неудобство во время употребления пищи, а у вас нет времени или возможности посетить детского стоматолога? Хотите решить проблему самостоятельно? Нет ничего проще? Конечно, посещение специалиста – дело важное и ответственное, но если попасть к нему на прием не получается или того хуже, ребенок панически боится людей в белых халатах, можно самому попробовать. На время стать доктором. Энтен Пепеп. Что для этого нужно? Всего лишь точно соблюсти предлагаемую инструкцию по тому, как вырвать зуб в домашних условиях. И обязательно, если возникнут проблемы, не полениться и доехать до стоматологической клиники. Как вырвать молочный зуб самостоятельно? В отличие от постоянных молочные зубы, к моменту их удаления уже не имеют корней, что существенно упрощает процедуру их извлечения из лунки. Чем сильнее шатается временный зуб, тем менее болезненным будет процесс его вырывания. Поэтому имеет смысл потянуть время и дождаться наиболее благоприятного момента для проведения операции. За этот срок ребенка нужно подготовить к предстоящему событию. Рассказать ему о том, почему нужно вырвать зубик, чтобы на его месте поскорее вырос новый, красивый и здоровый. Поведать историю о мышке-нарушке или зубной фея, которые уже давно приготовили монетки в обмен на спрятанный под подушку белый кусочек. Чем интереснее будет выдумка, тем меньший стресс испытывает малыш во время процедуры. За 2-3 часа до операции ребенка необходимо покормить. Перед самим процессом проследить, чтобы он тщательно почистил зубы. Удаление любого, даже самого маленького и слабо держащегося органа приводит к образованию ранки. Находящиеся в ротовой полости бактерии могут попасть в разрыв слизистой и вызывать воспаление. Чтобы этого не произошло, нужно проследить не только за частотой ротовой полости ребенка, но и своих собственных рук, которые необходимо тщательно вымыть с мылом. Для притупления боли можно втереть в десну растертый до состояния порошка анальгетик или дать ребенку минимальную дозу обезболивающего. Технологии удаления молочного зуба. Извлечь молочный зуб из его ложа можно несколько способами. Самое простое – попросить ребенка пошатать его язычком или погрызть с нужной стороны что-нибудь твердое. Яблоко, морковку, ириску, жвачку, мармелад. Сушки и сухарики для этого не подходят, поскольку они сильно крошатся и могут поранить десну острыми осколками. Вынуть зубик можно и своими руками, наложив поверх него ватку или стерильный бинт и аккуратно потягивая вверх или вниз и лишь совсем немного пошатывая из стороны в сторону. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Всем известный прием с ниткой и дверью, хорош только для анекдотов. При таком способе вырывание зуб уходит в сторону, что может привести к образованию большой раны. Вырывать молочный зуб с помощью прочной шелковой нитки нужно руками, дергая вниз или вверх, в зависимости от места расположения шатающегося органа. Рывок при этом должен быть быстрым и резким, чтобы и зуб вышел сразу, и ребенок не успел испугаться. На конец нити можно посадить игрушечный самолетик или мягкую игрушку, это отвлечет внимание малыша от неприятного процесса. Что делать после удаления зуба? В течение нескольких часов после удаления зуба нельзя есть и пить горячие напитки, чтобы края ранки успели хоть немного затянуться. Сразу же после извлечения молочного органа рот необходимо прополоскать любым антисептическим раствором. Крайне неплохо бы на пару минут приложить ватку, щедро смоченную в хлоргексидине. Текст озвучен в Яндекс Клауд. В течение суток после удаления зуба рекомендуется полоскание рта солевым раствором в соотношении половины чайной ложки на один стакан воды. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.